Здравствуйте, с вами UwebDesign, меня зовут Александр Гончаров, и в четвертом ролике про Advanced Custom Fields мы узнаем, как работает функция GetFieldObjects, с помощью нее сможем выводить ярлыки, которые мы давали нашим произвольным полям, а также научимся создавать страницы с настройками, разбивать их на подстраницы и использовать внутри них произвольные поля с помощью этого плагина. И давайте еще посмотрим, такие есть несколько функций дополнительно, которые встроены в плагин, звучат они GetFieldObjects, GetFieldObjects и так далее. Я просто вам покажу страницы на официальной документации, здесь их есть целый небольшой набор, и мы можем запрашивать не только значение каких-то полей, мы можем запросить целый объект этих полей, чтобы понимать, какая еще метаинформация про них хранится, и мы ее тоже можем вывести и каким-то образом использовать. Давайте, например, на примере нашей книги 01 мы посмотрим, сдвинем это сюда вбок, и в очередной раз в нашем шаблончике сделаем вардамп у GetFieldObjects. Мы видим здесь целый массив всех данных, которые у нас записаны, именно из шести элементов, потому что именно шесть полей у нас и прописаны в эту книгу, мы можем в этом убедиться, зайдя здесь в редактирование. Раз, два, три, четыре, пять и шестой – это источники. Для чего же мы можем это использовать? Ну, самый банальный вариант – это когда у нас есть количество полей, которое заранее не регламентировано. Вдруг наши клиенты добавят какие-то еще поля, мы их по какой-то причине научим, и мы хотим вывести абсолютно все текстовые поля, которые здесь присутствуют, и вывести их именно с лейблами. Потому как сегодня это автор книги, а послезавтра нам скажут, что не автор, а вице-президент по авторству книги. И придется это править, и залезать в шаблон, и каждый раз делать такие правки средствами шаблона как-то не очень умно, поэтому мы можем воспользоваться встроенным вот этим API. И выглядеть это будет примерно так. Так, мы закэшируем вот это вот MassiveFields, getFieldObjects, потому что это массив, и будем его с помощью уже упомянутого мной в предыдущих роликах цикла forEach распарсивать, и asField, например, нам PHPStorm уже автоматически подсказывает. И мы можем даже сделать выбор для того, чтобы как-то это поинтереснее. Если в самом поле значение type равно текст, только в том случае мы будем выводить эти лейблы, потому что очевидно, что у полей типа, например, галерея совершенно другой вывод. Здесь есть значение value в массиве, а у всех остальных value это на самом деле... Вот здесь конкретно это вообще true, потому что это true, false поле, поэтому очевидно, что вывод будет несколько разный, поэтому ну как бы нужно предусмотреть несколько вариантов, что вот допустим с текстовыми полями у нас будет вот такая логика прослеживаться. Таким образом, ifFieldType, если я правильно понимаю, у нас равен текст, то мы будем выводить. Допустим, в теге strong мы выведем этот лейбл, просто потому что, почему бы и нет, field label, двоеточие, пробел, ну хотя пусть у нас пробел будет не внутри strong, и в каком-нибудь спане условно мы выведем field value. Как вы думаете, сработает ли это все с первого раза? Сомневаюсь, но попробовать стоит. Жмем перейти на книгу. Автор книги Николай Васильевич Гоголь. Других текстов и полей, видимо, не ожидается. Сейчас посмотрим. У нас же был war dump, который мы, естественно, убрали для того, чтобы посмотреть готовый результат. Обычно... Да, мы убеждаемся, что текстовых полей у нас действительно только одно, Николай Васильевич Гоголь. Я предлагаю прямо сейчас добавить еще одно. Зайдем в нашу группу полей, поля для книг. И склонируем поле автор книги. Сделаем book ISBN. Кажется, так этот номер называется. ISBN. Да, да, я прям запомнил. И запишем ISBN номер книги. Текстовое поле. Укажите ISBN книги. Обязательное поле. Значение по умолчанию. 100-500. Текст заглушки. Условная логика. Неважно, пусть у нас будет абсолютно у каждого поля такое ISBN. И я даже попробую вместе с Пушкиным поделить... Точнее, вместе с автором поделить это по 40%. Посмотрим, как у нас это все отобразится в админке. Мы же уже в предыдущих роликах научились делать небольшие такие украшения, выравнивания. Вот оно здесь все получилось. 20 плюс 40 плюс 40 тоже равно 100. И 100-500 стандартное значение. Мы его можем здесь сейчас сохранить. И после этого у нас в цикле будет выводиться не только автор книги, но и ISBN номер книги. Вот таким вот образом. Очень популярная функция вот эта вот Get Field Objects используется, когда у нас есть некоторый сайт бар. Ну или, допустим, мета-информация. И в ней для нашей записи есть кастомные поля. И они каждый раз примерно разные. Но нам нужен примерно один шаблон. То есть, допустим, у нас есть условный тип записи экскурсия и условный тип записи тур. Сами текстовые поля внутри них могут отличаться и по лейблам, и по значениям. Просто потому, что есть определенные спецификовые экскурсии и у туров. Но конкретный вывод на фронтенде, он одинаковый. У нас это либо список, там, unordered list, ul, li. Либо просто вот так вот мы с тронгами, спанами и брками выведем. Ну, наверное, корректнее будет сделать параграфами, а не брками. То есть, меня здесь супер-про-гуру-верстальщики с accessible поправят, что лучше было бы сделать параграфами. Я на самом деле, даже если бы я сидел и запаривался, я бы сделал параграфами. То вывести вот так вот все текстовые элементы с помощью параграфов намного проще, чем каждый раз залазить в код, править какой-то вот лейбл и так далее. Поэтому намного больше гибкость нам позволяет сделать в данном случае advanced custom fields. Еще одна функция, которую я хотел бы вам показать в этом ролике, это будет страница с настройками. Я думаю, многие... Собственно, не думаю, я знаю, многие писали в комментариях, что вот, самая полезная вообще фича advanced custom fields – это страница с настройками. Да, я соглашусь, что она очень полезная. Я бы не сказал самая полезная, но просто потому, что это дискуссионный вопрос. Кому-то полезно одно, кому-то другое. Но это часто используемая фича именно про-версии. Внимание, фича есть только в про-версии. Если мы опять же обратимся к официальной документации, вот так это выглядит. Здесь даже есть отдельный ролик, двух-трехминутный именно про options page, потому что это одна из killer-фич про-версии. До этого в четвертой версии ее можно было докупить как платный аддон. Вот базовое использование у нас выглядит примерно вот так. Нам рекомендуют скопировать это в functions PHP. Давайте попробуем скопировать и посмотрим, что же из этого получится. Я скопировал, здесь делаю пересохранить и у нас появляется шестереночка. Давайте я на полный экран вам сделаю. Options она называется. И внутри нее просто страница, в которой написано, что ребят, а у вас здесь нет никаких групп полей, которые к этой странице настроек относятся. Нам нужно каким-то образом исправить это недоразумение. Но на самом деле, нравится ли вашим клиентам, что здесь написано options. Я сомневаюсь, скорее всего, их бы устроило что-то типа настройки сайта. Или если это какие-нибудь конкретные там настройки футера, очень замудренные тут, настройки подвала. То есть какой-то определенный должен быть ярлык, который очень репрезентативен. Есть такая возможность у нас здесь. Мы можем передавать целый массив с параметрами функция ACF add options page. Есть, кстати, и функция suboptions page. Ну, то есть subpage. В данном случае здесь нужно передавать не просто тайтлы, но еще и родительские. Давайте посмотрим их по очереди. Просто потому что так они воспринимаются попроще. Если мы здесь сделаем большую родительскую ACF options page настройки сайта. Пусть у нас это будет. И то же самое у нас... Да пусть будет даже так. Здесь пусть будут основные настройки сайта в множественном числе. Как несложно догадаться по ключам массива, вот этот будет заголовок в меню, а вот этот у самой страницы. Menu Slug – это английская. Theme General Settings. Пусть так и остается. Capability Edit Posts – это тот уровень доступа пользователей, который здесь возможен. То есть мы Edit Posts – это любые редакторы могут к этим настройкам иметь доступ. Скорее всего, по умолчанию так и стоит оставить. Просто потому что если вы своим клиентам дали редакторскую какую-нибудь запись, то учетную. Они могут и контент постов редактировать, и вот какую-нибудь информацию в футере. Но если же у нас это какая-то более закрытая информация, которую мы редактируем сами, то Manage Options – это та роль, точнее тот уровень доступа, который отсекает всех, кроме администраторов. Redirect False. Мы можем сейчас сохранить. Manage Options у нас будет true, просто потому что мы сейчас под администратором, хотя, как вы видите, уже и не под администратором. Просто на самом деле слаг обновился и права на нее, поэтому так получилось. Настройки сайта мы видим здесь вот этот ярлык, и основные настройки сайта уже внутренний. Здесь мы видим еще есть subpage, давайте попробуем их сделать, просто чтобы по полной рассмотреть функционал этой функции. Простите за тавтологию. Theme General Settings у нас уже здесь передается, поэтому parents lag мы оставляем без изменений. А что касается самих заголовков, ну давайте, хедер, хутер – это заголовки меню, а здесь настройки заголовка сайта, настройки подвала сайта. Теперь вы видите, здесь есть вложенные страницы, хедер, футер и основные настройки. Здесь, наверное, лучше сделать по по-английски. Page Header лучше сделать на английском, на русском возникают определенные проблемы, и добавить явно параметр меню слаг, потому что он здесь точно такой же, как, собственно, и у родительской страницы. И теперь мы можем непосредственно добавлять группы полей для каждой из вот этих групп настроек. Добавляем новую группу, называем, например, основные настройки. Добавить поле, и пусть это будет у нас цвет. Почему бы не воспользоваться функционалом Color Picker, который у нас есть в Advanced Custom Fields? мы сделаем сайт Color, например, цвет сайта, пусть это будет вот такое условное поле, и мы должны его присвоить к странице настроек. Страница настроек у нас находится в самом низу страницы с опциями. Равно настройки сайта, то есть именно цвет мы поместим в самую основную. Стиль отображения стандартный, можем сделать минимальный, без мета-бокса, но я оставлю стандартный. Еще одну группу полей добавляем. Это, как оно здесь названо, чтобы мы, основные настройки, настройки хедера. Страница с опциями у нас та, которая хедер, и мы здесь сделаем под заголовок сайта. Сайт сап хедер, тип поля текст, без каких-либо инструкций, просто для демонстрации функциональности мы это сделаем. И то же самое сделаем с настройками футера. Страница с опциями у нас футер, и само поле, ну, назовем копирайт информация. Сайт копирайт, текст, это то, что там, сайт создан в таком-то году такой-то командой разработчиков. Теперь у нас в настройках сайта здесь есть color picker, мы можем выбрать, например, желтый цвет, сохраним это. В хедере мы сделаем тестовый от заголовок сайта. И в футере мы сделаем 2016 UwebDesign. Так, я закрою здесь страницу с этими опциями. И для того, чтобы не окарать, я открою здесь настройки, вот эти, чтобы как бы помнить имена, которые я им присваивал. Теперь давайте обратим внимание, что мы можем, у нас это дочерняя тема, и мы можем сделать дополнительный здесь header.php. Здесь мы скопируем тот хедер, который был у 2016 и немножечко его подправим. Например, сделаем здесь вложенный текст стайл. Но перед этим, конечно, сделаем небольшой дебаг и посмотрим вообще, в каком виде хранится этот цвет. Посмотрим. у вас резонно возникнет вопрос, а как же использовать getField, если мы не знаем точно ID, который у нас же это не к посту никакому привязано, а привязано ко всему сайту, к странице с настройками. Поэтому мы в getField первым параметром передаем название сайт color, а вторым передаем option, потому что это у нас настройка. и теперь на любой странице у нас в хедере естественно будет отображаться EEE222. Это просто как строка здесь хранится. Поэтому в принципе мы можем ее напрямую просто вот так здесь записать, что у нас body, background, сделать php-вывод вот такого плана. Здесь сделаем точку с запятой, тут тоже. И вот так. И мы эту переменную храним в настройках сайта, поэтому если я здесь ее поменяю прям на живую, допустим на зеленый, цвет года, практически понтоновский гринери, то, о чем мы говорили в недавнем подкасте в 106. У нас здесь все это меняется в прямом эфире, поэтому настройки сайта они вот такие. Ну давайте, чтобы уже наше повествование было, так скажем, полным, мы используем вот эти поля, которые в header и в footer тоже записали дополнительно. Сейчас мы главное не забыть, как они называются. В настройках хедера он кажется сайт subheader, да. я прям сюда впишу getfield, чтобы это у нас было как бы уже сверстано средствами самой темы subheader option. И у нас вместо еще один сайт на WordPress появилось тестовый подзаголовок сайта. Вы видите, оно прям вот делает наш сайт супер динамическим и понятным для наших клиентов, потому что сказать им зайти в кастомайзер и сменить здесь description, ну как бы с description покатит, а с какими-нибудь другими вопросами уже могут возникнуть какие-то проблемы, поэтому использование страницы настроек оно является в принципе хорошей практикой. И да, вот здесь вы видите впб, это сайт работает на WordPress, я естественно захожу в футер нашей родительской темы, копирую его и создаю здесь отдельный файл footer.php он у меня здесь повторяет это и в раздел сайт инфо я добавлю еще один пункт и вот так 2016 webdesign можно даже это в какую-нибудь ссылку обернуть дополнительно еще одно поле сделать не под заголовок сайта, а ссылка под заголовка и туда добавить ссылку на наш сайт webdesign.ru все варианты возможны и вот дополнительно в комментариях вы меня спрашивали а как же работает логика и или если и так далее я уже ответил на этот вопрос когда создавал поле с авторствами но дополнительно можно еще здесь настройки показывать что если страница с опциями равно хедер а пользователь который зашел на сайт администратор или редактор то только тогда эти поля видны иными словами можно ограничить это не на уровне functions.php вот здесь вот в capability можно еще и ограничить именно конкретные группы и в принципе все настройки хедера которые подключаются вот здесь на странице настроек разделить на настройки хедера для администратора их показывает только администратору и редактору и для всех остальных то есть чтобы не целыми страницами блокировать а всего лишь блоками это все возможно с помощью advanced custom fields здесь вот все эти настройки очень сложно их сказать обговорить в рамках этих видео там одного или двух трех или четырех просто потому что не все из них я использовал не все из них я так часто использовал поэтому не все из них мне кажутся интересными для того существуют комментарии пишите в комментариях что вам показалось полезным а что бесполезным прям не стесняйтесь в выражениях и да увидимся уже в следующих роликах в следующих ах